Сегодня прошло первенство России среди юношей в олимпийском виде программы Самым престижным в виде велосипеда в спорте это групповая шоссейная велогонка Дистанция гонки была сделана таким образом, чтобы участники смогли именно определить сильнейшего Не в групповом спринте, когда вся группа приходит на финиш вместе, а разобраться не до дистанции по силам Ну и трасса была, еще раз повторюсь, подобрана таким образом, что участники уже начали, начиная с первого подъема, отставать, которые послабее Потом еще вмешалась погода, дождик пошел, тут у нас более трусливые ребятки начали отставать, смелые вперед ушли Группа начала рваться на части, впереди остался пилотон, в котором гонщиков 50 осталось Ну а перед финишем еще случился завал, когда самые лидеры, смелые, которые атаковали в этот момент, ушли вперед Тем самым обеспечив себе победу в этих соревнованиях Ну а те, кто упал, тоже поднялись и мужественно продолжили соревнования, финишировали, заняв, соответственно, места, которые они заработали в этой клонке И чемпионом, победителем первенства России этого года в групповой гонке стал Куликовский Александр, гость, город Майкоп Где вот самый сложный участок был? Ну, после разворота После разворота Да, остальное все уже Зывал помешал немного То, что шел дождь, прекращался, мокрый асфальт, сухой асфальт, вот эта смена, это что-то как-то вносило коррективы в борьбу? Ну, я настроен был на любую погоду Ясно Кому-то посвящать эту победу? Ну, отцу, конечно, без дела в никах Ладно, удачи, спасибо Я служу в соревнованиях в этой велосипедной группе много лет И такого количества именно в олимпийских видах программы первый раз вижу, чтобы 170 участников в этой велосипедной группе Это показывает, что велосипедный спорт начинает подниматься у нас в Российской Федерации То, что делает президент Федерации велосипедного спорта Игорь Викторович Макаров Его предприятие, назову я так, Итера и все остальные спонсоры, прописательский совет Федерации велосипедного спорта Конечно, дают свои плоды Программа «Старт» была в прошлом году и она в этом году продолжается Когда были выделены автомобили, велосипеды, форма для велосипедных спортивных школ российских Ну, это все дает о себе знать Что касается Республики Башкортостан, то я уже 20 лет больше, наверное, сотрудничаю с Центром Олимпийской подготовки Агидель С ее руководителем Ренатом Малатыповым, который все делает возможные и невозможные для развития велосипедного спорта в республике Знаю, что большую помощь оказывал по развитию велосипедного спорта бывший президент республики И нынешний, который просто буквально две недели назад велопробег по центральной улице Уфы Когда сам президент в майке Центра Олимпийской подготовки, все правительство Конечно, это показывает значимость спорта вообще, и в частности велосипедного спорта Это здоровый образ жизни, это дети, но это превыше всего Продолжение следует...